Главная икона вооруженных сил была написана к Пасхе, освящена патриархом московским и всей Руси Кириллом, передана военно-политическому управлению вооруженных сил. Побывала в воинских частях и храмах городов Крыма, а также в Ростове, Волгограде, Ставрополье, Краснодаре. В Сочи пробудет 10 дней. Военнослужащие могут воочию увидеть этот образ и приложиться к главной иконе, к главной святыне. То есть выстраивается такое, будем говорить, ознакомление военнослужащих с главным нашим стягом, потому что икона на самом деле является наследницей стягов нашего православного воинства, которые использовались когда-то у нас вместо знамен. Вот теперь это главный стяг всего нашего воинства, духовный наш стержень, объединяющий нас. Вместе с иконой привезли и ковчег с частицами мощей небесных покровителей российского воинства. Апостола Андрея Первозванного, великомученика Георгия Победоносца, святителя Николая Чудотворца, апостола Петра, великомученика Пателимана, преподобного Сергия Радонежского, праведного Федора Ушакова и великомученицы Варвары. В военной части узнали о том, что главная икона вооруженных сил Российской Федерации прибудет сюда. С большим удовольствием выехали сюда. Посетили икону, поклонились ей. Многие сказали, что получили большое удовольствие, получили покой на душе и остались под большим впечатлением. В четверг, 18 июля в 9 утра в храме состоится торжественная литургия. Ее проведет епископ Сочинский Туапсинский Герман. После этого в течение недели у святыни ежедневно будут совершаться молебны. 26 июля образ Спаса Нерукотворного отправят во Владикавказ, потом в Астрахань. А 13 августа икону передадут в Центральный военный округ. Спас Нерукотворный – самое древнее из канонических изображений Христа Спасителя, которое с давних времен считалось оберегом русского воинства. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.